Девушки уже осознавали. Ну ладно. Значит, тогда мы с вами начали обсуждать Латкие эмпироты, да? Презобывание воронца. Давайте начнем. Ну, во-первых, мы с вами тогда обсуждали, да? Эти три шанса. Ну, это, конечно. Ну, если вы говорили, что, может, представить, что есть Взять-то на юг. Взять-то на юг, дробнее на юг, как они сказали. Да? То есть, который имеет шесть параметров. Вот. Дальше, что мы имеем? Ну, имеем в виду, что И, да, А, в данном юг, примерно, столбились. Ну, и действуем. С этим И от них, да, поменяется нудом. Вот. Теперь давайте сделаем преобразование Лоренца. Вот. То есть, преобразование, да? Вот. Общий вид. То есть, преобразование. Тогда, что мы проведем? У нас D по Dxµ, да? Оно чего равняется? Оно равняется D по Dxµ, да? Ну, а Dxµ, да? Ну, а Dxµ, да? Оно равняется Dxµ, да? И перепутал, и или нет, вот индекс написал. Вот. Ну, теперь, значит, тогда мы что? А при этом Си' значит, Абис штрих будет иметь что-то для них Q, да? Си Абис, да? Которого мы не знаем. Правильно? Вот матрицу U нам предстоит найти. То есть, мы сделаем преобразование Лоренца, которое мы уже знаем, да? При этом нам нужно найти, как преобразуется головая конница при таком преобразовании Лоренца. Вот. Ну, тогда берем туда, поставляем, получаем, что IH Ln min D IH N и дальше, чтобы , а вместо , я должен поставить U-1 на , а тут , да? Это все должно быть равно выходом. Тогда я, естественно, еще могу домножить на U слева, да? Могу и на U домножить слева. Тогда я не буду переписывать уравнения. Тогда этот член превратится просто в амцент, правильно? У на U-1 равно 1, да? Умножаю слева на U. А вот здесь, в этом месте будет стоять что? будет стоять U на gamma mu на λ mu на U-1, да? Правильно я написал? Умножаю слева и обедом H d h не у вас остается и стоит вот этот умножитель, правильно? Ну я умножил слева еще раз, который умножил, да? Ну и тогда, чтобы уравнение совпало с исходным, да? т.е. было, т.е. при преобразовании Уоренца уравнение перешло самому в себя, да? Это должно быть равно чему? Это должно быть равно уравнение. Тогда мы получим исходное уравнение теперь только для psi' от х' которое будет подправить вот с этим уравнением. Тогда вот Тогда задача сводится к чему? Задача сводится к нахождению матрицы U, да? Ну я еще, давайте перетешу, сейчас не было по heinщинки удобнее писать, это будет 79 U 90 U 9 kept Ну, просто блёдовестно сейчас т.е. я буду переписать так 2 lagen сейчас мы будем с вами определить. матрица U, да? Значит, матрица U, она что? Она, матрица U, она зависит от обвинения, правильно, да? И, девчонки, скажем, очевидно, что она должна, когда луния была, когда луния была склоняется 0, да, то есть это же 10-е образование, матрица U, да, должна быть равна единице, согласны? Ничего не происходит. Значит, тогда, очевидно, мы можем, ну, и матрица U, это уже такой же, там матрица 4 на 4, естественно, правильно? Вот. Тогда матрицу U, мы, опять, именно обе рассматриваем бесконечно малые, да, при образовании, матрицу U мы можем так же разложить в ряд, правильно? Вот. Ну, и тогда она будет, теперь, какой вид? Надо найти единица плюс, там, вот, лямбда ик, да, нам нужно сделать ик. Как, да? Лямбда ик – это некая арматица 4 на 4. Ну, а, то есть это уже, лямбда ик – это уже число, понимаете, там, матрица Ромель – это функция, некоторые отогнивают. Если я раскладываю его в ряд, то это будет единица, единичная матрица, плюс первый член разложения умика ик, да, с некоторым набором матриц. Так? Значит, тогда задача сводилась к чему у нас? Задача сводится к тому, что нужно лямбда ик найти, да, если лямбда ик найдем, то, значит, все остальное найдем. Значит, нам для того, чтобы его найти, можно взять матрицу умика и поставить в это правильство, да? Что мы будем иметь? Мы будем иметь лямбда ик на гамма ик на гамма ик на единица плюс гамма ик на умика Ну, давайте какой-нибудь, ну ладно, ну, я один-ка, ничего, нормально. Так, да? Ну, все эти, как это, оминга в минус первую, естественно, тоже первое приближение по омингу, правильно, да? То есть квадрактические члены мы все отбрасываем. Отсюда мы имеем что? Ну, а лямбда ню-мю мы тоже знаем, вот оно написано, да? Так, да? И тогда мы берем, если что подставляем, если не сюда подставим, это будет, ну, здесь стоит гальта ню-мю, да? Оминга-мю-мю на гамма-мю, проверяйте, да? А здесь стоит гамма-мю, да? Ну, теперь начинаем перемножать, да? Вот. Плюс гамма-мю на гамма-мю на гамма-мю и там, проверяйте, да? Ничего, не ошибся нигде, или ошибся? Поверьте. А только что говорили, что ничего не перепутал. Так, ну проверяйте, я могу ошибиться, вы так, кстати, или еще что-то. Значит, тогда вот смотрим, что, видно, что это сокращается, гамма-ню сокращается, если привлечено, правильно? Ну, если я дельта ню умножаю на гамма-ню, это будет гамма-ню. Она, так сказать, сократится. Нет. Нет, дотус я могу представить, где матрица? Да, но в данном случае здесь λ ик – это что такое? Это матрица 4 на 4, но индексы и ик – это лоренцовские индексы. А еще и спинорные индексы. Начинаются, так сказать, опять. Каждый год одно и то же. Так, чего вы там вытянете? Омега ик – это у нас что-то? У нас возмущение лямбда-меню? Что же возмущение лямбда-меню? Это параметр преобразования лоренца, который мы обсуждали на прошлом семинаре, то, что это два угла поворота, да? Ой, три угла поворота, извините, и три компонента скорости, да, просто. Так, да? Значит, здесь вы не путаете индексы. Значит, есть индексы лоренцовские, ну, гамма-ню, да? Ну, как, не индексы мил, да? Это лоренцовские, то есть, да? Но есть, ну, это матрицевские нормы, да? То есть, она 4 на 4. То есть, их же, как, не пробегаешь? 0, 1, 2, 3, 4. Непонятно? Ну, это каждый раз матрица. Ну, вы на меня смотрите. Значит, ну, как, смотрим, например, не знаю, гамма-ноль, да? Гамма-ноль это что такое? Гамма-ноль это там 1, 1, минус 1, минус 1. Согласны? Откуда это? Как, откуда это? Ну, хорошо, приехали. Вроде как это самое уже точно откуда это. Я предписал гамма-матрицы уже пару семинаров ООН назад. У нас мы выбили соотношение, да? Гамма-ноль, гамма-ноль. Это матрицы в уровне гирок, да? Они обладают вот такими соотношениями, да? Матрицы 4х4, вот. Между прочим, я не обращу вас внимание, что вы получили такое соотношение, да? Из этого соотношения следует, что эти матрицы должны быть в четной размерности, да? И минимальная размерность будет 4х4, а почему? Как вы думаете? Уж раз вы меня отвлекли от этого самого преобразования нольца. Давайте еще про программу матрицы поговорим. Вот из этого соотношения следует, что матрицы должны быть в четной размерности и минимальная размерность 4х4. Вот рассмотрим, гамма, например, там, не знаю, там, i на гамма j равняется минус гамма j на гамма i, где i не равняется j. Так будет? Вот из этого соотношения следует? Или не следует? Следует просчет. Клава Бога, как я тебе сказал. Вот, значит, возьмем определитель. Отсюда будет что? Определитель. Так. Так или не так? Так. Отсюда следует, что лент должен быть в чём уровне? Четное, правильно? Согласны? Ну, чтобы левая и правая части были одинаковые. Так-то вы обречённые. Ну ладно, значит, n равняется чётное. Значит, отсюда, может быть, n равняется двойке, да? Двойке, четвёрке и так далее, правильно? Почему двойка запрещена? Или, вернее, не подходит для уравнения дирека? Вы знаете антикоммутирующие матрицы, да? Они какие, как называются? Размерности 2 на 2. Да. Матрицы Пауэль, их сколько штук? Три. А здесь сколько нужно? Четыре. Не подходит. То есть, с матрицей Пауэль это не пройдёт. Да? То есть, получается, следующая размерность четыре, да? Ну вот, вот эти матрицы и есть. Так вот, возвращаемся теперь сюда. Вот эта вот матрица гамма, они действуют на что? Ну, как? Гамма-матрица, она действует на спинор, правильно, да? Ну, в этом уровне, видите? Гамма умножается на Пси. И Пси размерностью четыре, правильно? То есть, это пространство спинорных индексов. А индекс мю, видите, он предъявляет значение, там, 0,1,2,3, это Воринцевский индекс. Соответственно, вот таких матриц, четыре, да, которые мы просто выяснили у нас. Вот. Это вопрос о том, что где здесь матрица, а где не матрица? Кто-то меня спрашивал, да? Я уже потерял, кто меня спрашивал. Вот. Значит так, я не знаю, не ответил или не ответил. Вот. То есть, гамма – это матрица Омега и ЕКа. В данном случае это число, потому что мы индексами написали здесь, правильно? Ну, если, конечно, я могу матрица Омега предстоит там в виде матрицы, тогда мы это в другом пространстве. Вот. Отсюда мы получаем, что? Отсюда мы получаем, что? Вонежа Ню на гамма Ню равняется, я это еще раз перепишу, чтобы это было. Гамма Ню на лямбда ИКа, финус лямбда ИКа на гамма Ню на вонежа ИКа. Согласны? Ну, видно, что с левой и правой стойки, второй является общим множителем, да? Вот, да? Этот множитель произволен, да? На него надо как-то сократить, да? Как мы на него сократили? Ну, для этого что нужно сделать? Наверное, давайте я поставлю ИКа, чтобы вам было бы больше понятно, да? Тогда. Вот. А этот индекс как можно опустить? То есть, вернее, поднятие. То есть, в данном случае я поставлю И, да? Здесь затруню и напишу Ж, И, 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 И. Уас Shooter за каждое множество гамма Ню на лямбля ИКа Я еще раз подчеркиваю, здесь все индексы, ворисы, и ик тоже прибегает. 0, 1, 2, 3, 4, да? Ну как? Понятно, да? Все индексы, ворисы. Вот. Ну, дальше что? Дальше нужно искать λ ик. Вот теперь это уравнение уже просто, как это? Здесь в этом уравнении везде стоят числа, никаких параметров нет, ничего. А от всех номеров мы справились, да? То есть это просто уравнение на матрице. Проверяйте, что оно правильно. Вот. Теперь, вот мы уже стали опять вернулись к подтверждению в гамма-матриц. Имеются такие гамма-матрицы, да? Они 4 в 4. Значит, сколько всего независимого гамма-матриц? 16. Вот. Значит, это означает, что если мы хотим размножить какую-то любую матрицу 4 в 4, да? Там нужно 16 независимого гамма-матриц. Правильно? Видите, матрицы можно выбрать в таком виде. Давайте сразу определимся. то есть это будет единица, ну, то есть единичная матрица, гамма-5, гамма-мю, гамма-мю, гамма-мю. И сигма-мю, где сигма-мю, гамма-мю равняется и пополам на гамма-мю, гамма-мю. Ну, давайте сосчитаем, сколько я таким образом написал в матрице. Здесь одна, правильно? Здесь еще одна, правильно? Здесь сколько? 4. Здесь сколько? 4. Здесь тоже 4. Здесь сколько? 6. Ну, считайте, сколько получилось? 16 получилось, да? Раз вы получите, я считаю это. Вот. 16 получилось. Значит, получилось 16, то есть любую матрицу мы можем, ну, любую матрицу мы можем разложить, да? Поэтому 16 матриц достаточно. Вот. Ну, дальше, что такое лям-мяяка? Ну, во-первых, как это, похоже, мы знаем, что лям-мяяка, во-первых, что такое является тензором? Антисимметричный, да? Кто-то его, пожалуйста, выводил, да? На прошлом семинаре. Значит, тогда, если лям-мяяка антисимметричный тензор, то лям-мяяка уже будет тоже антисимметричным, правильно? Ну, оно может быть симметричным, но оно будет давать ноль, да? Симметричная часть равно дает ноль. Вот. При перевножении на уме-мяяка. Тогда, соответственно, лям-мяяка подходит, да? Можно попробовать вот эту матрицу, да? Вот. Для этого нужно что сделать? Нужно взять и подставить вот сюда, правильно? Ну и проверить. Ну, просто взять и проверить. Подходит или не подходит. Да? Ну, как это? Есть желающего потренироваться? Подходит или не подходит? Кто там с этой стороны не ходил? Кто с этой стороны не ходил? Хорошо. Вы не ходили? Ну, тогда идите. Я так понимаю, у вашей группы нет желающих ходить, поэтому это принудительно. Так, мы начали снизу доедать за еще один минут. Возьмем точку, поэтому давайте, наверное, так задаем доедать. Слева, да? Ну, да, наверное. Вот эту вот расставь. Вот я обведу. Я знаю, что вам понадобится. Вот так идем на остатки. Остальное можно все стереть. Так. Гамма-к. Да. Ну, естественно, лям-да-и-к. Вы как говорите? Лям-да-и-к равняется... Ну, некоторая умножительная, да? Не знаю. С константа. Стоя сюда константы, правильно? Да. На сигма-к равняется. Да? Будем искать в таком виде. Да? То есть, вот некоторое общее множество, которое мы в принципе можем определить, да? Вот. 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 Ну, что теперь? Да. Значит, циклами нет, либо поламы. Ну, как-то так, да? Стоять? Ну, да, мама-то. Дальше расписали это в виде Ну и что мы можем предложить? Чем отличается от этого выражения? Оно отличается тем, что гамма-ню стоит с одной стороны слева, а там справа стоит Правильно? То есть это нужно тогда попытаться гамма-ню перетащить сюда Согласны? А чтобы ее перетащить, у нас для этого есть только вот эти соотношения Видите? Тогда Тогда, если вы здесь, ну, давайте, ну, например, ну, чтобы вы там не перетаскивали, не переписывали на выражение Вот это выражение, да? Посмотрим, вот это выражение гамма-и О, гамма, да, гамма-к, да? А гамма-ню Так, да? И попробуем гамма-ню перетащить сюда Просто здесь распишем, а потом все там е, наверное, выкатся напишут, да? То есть это будет гамма-и, да? От перетаски будет пользоваться вот этим выражением То есть это будет 2, что там? Гамма-и, да? Так, да? Так, да? И теперь еще вот это надо переставить с этим, так, да? То есть одно уже получили, 2 гамма-и, да? Так, а здесь еще раз перетаскиваю, да? Будет минус, да? Давай ещё... А вот этот маркетинг, внутренний, вот это перетащили, правильно? Мака-мака-то осталось. Правильно, да? Проверяйте. Все проверили, да? Все правильно. Теперь смотрите, вот это выражение сократится вот с этим выражением. Видно? А вот это останутся большие. Так, да? Ну, да. Ну, а здесь только нужно, что у очкета, это нужно, как это, знак поменять и поменять и к на и. То есть вы легко можете так же уже из описанных и писать, что же мы имеем. Да? Да. Вот здесь эксперимент цель пополам, да? А здесь имеем вот сколько там? Это был со знаком минус общий, да? Это был со знаком минус, да? Это был со общим знаком минус, да? Ну, потому что вот это при своем выражении, да? Вот гамма и км, да? То есть минус 2 гамма и на км, только вы не ошибитесь. Синдекс 1. Гамма к сократится, правильно, да? И здесь, теперь мы расписали вот это, да? Это нужно что? И заменить на к, и поменять знак, правильно, да? То есть вот это выражение, то есть и меняйте на к, и меняйте знак. Так? Теперь, посмотрите, все, всем все понятно. Теперь видно, что это все, как это, ну, есть подобные члены, да? Видите? Их нет. Ну да. Или какие линейки нет. Переставлены. Вот это вот совпадает с этим, правильно, да? Или не совпадает? Ну, как насилие, что наши индексы переставлены? Какие индексы переставлены? Ну, какие индексы переставлены? Наверное, конечно, мы же можем это их не делить. Сжетом. Жетом. Жетом это число. Это не матрица. И я вот сегодня, как это, долго говорил, что здесь есть спинорные индексы, да? И лоресовские индексы. То есть, когда вы взяли G, I, N, это такое-то число. Это не матрица. А когда я взял гамма там, один, это матрица. Ну, понятно, да? Спинорная. Понятно, нет? То есть, вы здесь, как это, здесь все можно переставлять. Вот, гамму нельзя переставлять, потому что это матрица в данном случае. Так. Ну, здесь, как вы приводите подобное, да? И все складывается, да? Скажем, двойка одна сокращается, да? Получается, I на C, да? И еще одна двойка. И что там остается? Там, I на G, конюн. Так. Ну вот, смотрим теперь сюда. Да? Чего равняется C? Ну, вот это вот равно или не равно? Как? Почему равно? В смысле? Вот это? Скажите, как вы? Мы предположили, что это должно быть, да? Равно. А, да. Мы же ищем в виде, да? Константы, цвет нам нужно найти, да? Правильно? Да. Ну как, наше предположение верное оказалось или неверное? Да. А? А вы что думаете? Ну, у нас же бы не получилось. Эта вещь, так сказать, мне нравится. Ну, вот это вот. Вот. Ну да, вот. Точно попадаем под с этим. Правильно? Да. Так, да? Ну, видно всем, да? А Эта? Как это? Не совпадает? Или совпадает? А? Да. Не совпадает. Ну, вообще, какая совпадает. А почему совпадает? Потому что, поглядите вот сюда. И что вы мне скажете? Почему я спрошу туда повлиять-то? Правильно, стынь? Конкретно есть вот это, да? Омега и К. На прошлом семинаре выкроем? Опять, если не лично. То есть нужно, вообще говоря, конечно, я потом написал вот так, без Омега, но это нужно все выучить на Омега и К. Согласны? Так, да? Когда Омега и К – антисимметричный спинор. Ой, извините, матрица. Вот. Когда берем и… Ну, здесь не… Да, надо и К. Берем и и К переставляем. Правильно, да? Это меняет знак, правильно, да? Ну, и И заберем, переставляем. То есть, тогда это складывается. Правильно? Отсюда находим, что? Что? Какое уравнение? То есть, тогда получается… Вот это вот удваивается просто. Ну, и получается уравнение по единице равняется… То есть, минус И на 4, правильно? По станту получения. Ну, правильно, Насистал? То есть, таким образом мы получили, что вот эта матрица λ равняется минус И на 4, да? Матрица Си, а ну… Ю… Так? Можете представить еще раз, откуда мы взяли эту константу? Минус И на 4? Повторите ему, откуда вы взяли эту константу. Почему ее работали? Ну, мы, получается, свернули с Омега и ИК. Вот это все уравнение. Слева с Ам. И здесь, без два штана, здесь все антисиметичные, что-то, это вещь. Ну, а после 2, он 2, все равно. И, ну, получается, спернули. Он 4 Си в середине. Ну, как это? Мы не спернули, но было спернули. Вырезано, как бы, Омега и ИК убрали. Да? Мы его не сворачивали, оно было спернули. Ну, мы получили же вот эту исходную равнину, правильно? Да. Там Омега и ИК просто выграв, да? Да. То, что там стоит антисиметичный тезер будет. Какие есть еще вопросы к нему? Вам говорят, нет вопроса. Это вопрос, ко мне есть вопроса. Таким образом, мы нашли матрицу лямбр, да? То есть, таким образом, мы знаем, чему равняется u. u равняется 1 минус i на 4, да? Сигма, мю, мю на логинга, мю, мю. Согласны? Вот, получили матрицу преобразования для G спинора и преобразования логинса. Где матрица Омега имеет 6 параметров, повторяю себя, которые связаны с преобразованием логинса. Ну, а как они связаны? Ну, естественно, мы должны... Будем заключать это отсюда, да? Глянбр, мю равняется... А, чего там? Да. Мю, 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 мю. Исходя из этого, мы должны... Ну, что такое Омега? Так. Какой-то, по-моему, соответствует... Правильно? Нужно какую-то... Поставлять. Вот. Значит, с этой части вам все понятно? А то я там хочу слева стеречь... Продолжать дальше... Нет никаких вопросов. Стирать, да? Ну, если мы знаем для бесконечно малого преобразования, то мы, соответственно, можем, конечно, сказать, чему-то равно бесконечного преобразования, да? О! Сам приговорил мистерат и сам читал. Так. Итак, мы матрицу бесконечно малого преобразования знаем. Ну, отсюда мы легко... Ну, не знаю... Как вам это говорить? Во-первых, я хочу сразу... Давайте откроедемся так, что... Там стоит суммирование по мю, мю, да? И матрица... Сигма-омега-меню антисимметрична, поэтому... Мы можем войнуть, как бы, эту сумму уменьшить в два раза, да? И будем так писать. Миница-меню и пополам на сигма-меню, на омега-меню, где, например... Ну, например, мю меньше мю или, наоборот, мю больше мю. Понятно, да? Сумма только-то такая. Тогда, как бы, ну... Здесь есть половина суммы, которая совпадает с другой половиной суммы, да? Вот. А дальше давайте напишем... Что мы напишем? Омега... Ну, вы знаете, если мы поворачиваем на просто угол, сюда плюс ДФИ минус УАФИ поделить на... Значит, на ДФИ, да? Можем так вот написать, да? Правильно, да? Вот. То это будет, соответственно, чему равняться? Это будет работать... ДФИ... У... По ДФИ, правильно, да? Согласны? С другой стороны... Это что такое будет? Это будет... У... А... 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 ДФИ... Можем так что-нибудь... Так или нет? А это равно, соответственно, УАФИ на... Чего там... УАДФИ минус единица, да? На ДФИ. Согласны? Так. Вот. Но отсюда мы имеем, что? Мы имеем... ДФИ... Ну, в данном случае я просто писал ФИ, но... ФИ это будет Омега-меню какой-то, да? Ну, вот там. Да? Это будет чему равняться? Минус и пополам, да? На Сигма-меню. Да? Это вот эта величина. На ФИ. Правильно? Правильно? Ну, отсюда получаем, что У равняется экспоненту, минус еди пополампу, а Сигма-меню, наводим еди, а не умдя. Вот из этого уровня. Ну, как? Переносим сюда, а этот переносим туда, так? Интегрируем. То есть, тогда мы имеем для конечного преобразования определение с этой матрицей преобразования, да? Сигма-меню. Сигма-меню – это матрица, да? Ну, естественно, матрица экспонента от матрицы нужно понимать как разложение в ряд, да? Вот. Поэтому мы можем, что сделать? Для того, чтобы посмотреть, как будет омега, мю, ню, ну, при каком-то преобразовании, как будет изменяться наш весь пинор, да? Нам нужно что? Для того, чтобы это вычислить, нам нужно разложить в ряд, правильно, да? Понятно? Ну, для того, чтобы подействовать на си, да, нам нужно это разложить в ряд. Ну, давайте разложим это в ряд и посмотрим, чему же это равно. Да? То есть, если вы будете раскладывать ряд, то очевидно, что у вас будет возникать что? будет возникать и сигма-меню в квадрате, да? Ну, можно просто подать сигма-меню. То есть, у вас будет возникать сигма-меню в какой-то степени. Вариант Тейлора вы знаете? Знаете? Ну, вот. Если вы раскладываете ряд, то это будет сигма-меню стоять в какой-то степени в ряд, правильно? Ну, тогда, наверное, надо попробовать сначала вычислить квадрат, и потом видно будет, да? Может, все хорошо закончится, да? На квадрате. Вот. Значит, тогда давайте попробуем вычислить сигма-меню, да, в квадрате. Чему это равно? Ну, тогда, если в квадрате, например, окажется вдруг, окажется равно единица, да, то тогда, значит, будет понятно, какой ряд, да? Вот. Или там минус единица окажется. Так, да? Вот. Тогда, значит, нужно взять и вычислить сигма-меню. Какой сигма-меню, по-моему, он написан. А? Написан. Значит. Ну и после этого мы, наверное, сможем с вами узнать, какой же это оператор U, да, уже, ну, более, так сказать, применим для действия в форме. Типа действует, наверное, каких-то параметров на спиноры, на биспиноры, и посмотреть, что же у нас получится. Так? Я так понимаю, вы должны сейчас идти на перерыв. Да? Вы можете на перерыве сосчитать, чему равняется сигма-меню. Они говорят, что седьма ноль, они увеличены квадратии. Что седьма? Нормальничный. Почему не минус? То есть это будет сколько? Мы сейчас узнаем, там будет хи пополам, это соответственно и минус на 4, правильно? Сейчас узнаем, сколько на самом деле, да? И минус на 4, так да? Потом мы должны написать σνν на γν. Согласны, да? Ну, ν и ν должны быть разными, правильно? Поэтому они просто антиконсульционные соотношения с, правильно? Ну, вот отсюда. Потому что если μ равно ν, то это 0, значит 5 нечего. Так, да? То есть это будет двойка, правильно? Ну, если это по двойке, то это будет четверка, да? То есть это будет соответственно равно минус на γν на γν на γν на γν. Ну, я правильно написал? Так, да? Ну, вы, да, нет, там. Ничего не понятно, там. Комментарии от вас, как я его написал? Так, значит, теперь дальше можно... Опять. Вот это, знаете, можно... Ну, они все, μ и ν разные, да? Поэтому можно писать γν, μ, да? Квадратно. 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 Если это пространство на Индекс. То, соответственно, n, δ, … то, да? Квадратно будет здесь минус идица, и здесь будет минус идица. Правильно, да? То есть если... То есть для матрицы сигма, там не знаю, как его обозначить... И жиль, да? Где И жиль выбегает влечение 1 2 3, да? то это будет тогда равно единице, если μ меньше, ну как я понимаю, больше равно нуля ой, нет, равно нуля, больше нуля, да И, соответственно, если один из этих индексов может быть что? Временной, да? То есть 0 и, да? Гамма 0 в квадрате будет равна чему? Единице, а это минус единице Вот из этого соотношение То есть тогда это будет минус единицы, если это 0, как говорится, какой-то единице, да? Какие минусы были? А я минус переставил с ним, да? Ну, проверяйте, кому-то могу ошибиться Вот, тогда отсюда мы можем понять, что же это будет за выражение, да? Теперь мы раскладываем ряд, понятно, что квадрат будет давать что? Ну, первый шлен будет единица, да? Второй это будет и пополам, да? Сигма, нулю, 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 да? Ну как, давайте писать ряд Единица минус и пополам на сигму, нулю, нулю, да? Сигма, нулю, 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 нулю Это первое шлен, которое мы с вами и так уже знаем, да? Теперь второй шлен будет разложение Второй шлен будет разложение, что квадрат будет равен Ну, а квадрат это будет сколько? Будет минус, одна четвертая, да? И, соответственно, сигма, нулю, квадрат, нулю, квадрат, давай, не пишу Так, да? Сейчас, подожди, это я квадрат написал Так, да? Еще одна вторая от разложения в ряд тейлора, правильно, да? То есть всего здесь будет еще не видно Так, да? Ну вот, теперь давайте смотреть Вот я хочу вот эту двойку, как бы, вот сюда написать Правда, вот сюда двойку напишу, да? А вот эту четверку напишу тоже, если я даду, может просто сам, а сюда тоже двойку напишу Тогда видно что? Тогда видно следующее То есть, вот это будет единица Теперь, ну, давайте рассмотрим сначала к яйца, там, пространственные индексы, да? Не нольки, да? А нижи, да? Тогда будем иметь что? Тогда будем иметь здесь, сколько мы с вами вычислили? Вот недавно Единицу, да? То есть будем иметь минус одна вторая, и так далее, и так далее Ну, можете продолжить дальше, да? То есть это будет сколько? Ну, по крайней мере здесь видно уже сколько будет, да? Я могу убедиться, минус одна вторая, это что? Косинус Вот, а очевидно, что здесь будет синус, напишите третий след, что там Ну и подумайте что-нибудь И чего-нибудь подумайте Так, да? Т.е. мы с вами что получили? Так, я задавил курсантуру Мы получили с вами что? У равное свечину Видно, что первый человек уже заведомил косинус, правильно, да? То есть это один из косинус, фи пополам Ну, я овега меню обозначу Ну, какую-то плоскость совершает права Правильно? А здесь вот что? Минус и сигна, и сигна, ню, ню на синус, фи пополам Там, где ну, фи соответствует поворот вот этой плоскости минимума Всем понятно? Теперь, если мы сделаем поворот плоскости, то здесь будет появляться что? Вместо единицы будет появляться минус единица Правильно? То есть тогда здесь будет стоять что? Единица плюс одна вторая, да? А это что такое функция? Это косинус гиперболический, правильно? Вот, то есть тогда это будет косинус гиперболический, фи пополам Так Плюс и сигна, ню на синус гиперболический, да? Фи пополам Так да Так да Погреть Ну все, получили, да? Теперь давайте посмотрим, чему же мы должны, как бы, отождести, чему же вновь фи, да? Ну, при преобразовании клавица, да? Для этого мы должны вспомнить все такое, как мы его записывали А, вот здесь, да? Лямбда ню равняется дельта ню И это действует как? Х' ню равняется лямбда ню х' ню Помните это, да? Ну, исходя отсюда, мы должны все это выписать Ну, мы знаем, чему равняется угол Если я делаю поворот, да? Я знаю, как преобразуется х' альпа, да? Оно равняется х' х' плюс синус фи х' 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 равняется, соответственно, минус синус фи х' плюс косинус фи х' фи х' 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 Омега-меню. Берем, раскладываем в ряд. Ну, чтобы прям сравнить с бесконечно малым поворотом. Я это конечного написал. Так, да. То есть угол поворота фи равняется Омега-меню. Если же я смотрю х0 в 3 равняется чему? Косинус гиперболический фи на х0 плюс гиперболический фи на какой-то х альфа, да? Так, да? Вот. На х альфа 3 равняется, соответственно, косинус гиперболический фи на х альфа плюс косинус гиперболический фи на х альфа. Я правильно написал? Это преобразование мусора, да? К чему равняется косинус гиперболический фи на х? К чему равняется косинус гиперболический фи на х альфа? Ну, ну, что? А? Вы преобразование мусора знаете, да? Ну, косинус гамма. Да, гамма, а другой? Гамма-бета, да. То есть их отношение, там есть угла, а это бета. Правильно? Ну, там гиперболический фи равняется бета. Ну, то есть, опять, фи мы знаем, что оно равно. Правильно? Вот отсюда. Ну, то есть, там гиперболический фи равняется бета. Так, отсюда вычисляем пи. И подставляем вот в эту формулу, да? Для того, чтобы сделать преобразование мусора. Ну, вот. Значит, все это мы с вами освоили. Теперь давайте посмотрим еще один интересный момент. Рассмотрим вот это преобразование, преобразование поворота. И сделаем поворот на два фи. Имеем право, да? Видно все? Значит, как преобразуются при этом поворот на два фи? А? Минус единица. Ну, косинус 2-3 вы умеете лечить? Правильно? Минус единица. А это сколько? Посинус от физики будет ноль, да? То есть, Пси штрих равняется минус Пси от физики. При повороте на два фи. Ничего страшного, да? Повернули на мульбинт, сделали поворот, получили минус, да? Почему ничего страшного? Потому что, как это, фаза в полной функции, да, неизберимая величина, правильно? Поэтому, ничего к рукам это не приведем. Теперь, так, теперь следующим шагом мы давайте с вами рассмотрим преобразование делинейных координаций при преобразовании Хлоренса. Для этого, чтобы посмотреть, давайте еще сначала, чтобы сразу с этим разобраться, посмотрим преобразование отражения координат, при преобразовании почетности для уравнения гирографа. Значит, чтобы это посмотреть, я, наверное, сейчас посчитаю. И так, у нас имеется уже, опять, возвращаемся к уравнению гирографа, да? И сделаем такое преобразование, да? Хлоренса равняется минус Хлоренса, а Тлоренса равняется отражение координат. Помните, мы с вами обсуждали, что в нашем преобразовании, да? Ну, в принципе, может встречать какие-то отражения координаты времени в начале, помните, да? То есть, для скалярного пространения все равно будут и варианты. Вот, то есть, рассмотрим отражение координат, да? А что это превратится в данное уравнение? Давайте посмотрим. И H гамма 0, D по C, DT, плюс И H гамма D по D. Я так напишу отдельно сейчас, T, X, равно уже, да? Это я сейчас отдельно написал, потом написано исправно. Это то, что я описывал выше, но он просто чуть-чуть по компонентам. Теперь я делал такое прообразование, да? Отдаем, что я здесь, я могу так сделать, здесь оставить минус, правильно, да? А здесь минус Хлоренса, да и право. Ну, а D-стрим тоже, D-стрим переходит сам из себя, поэтому ничего интересного писать. Так, да? Теперь, я хочу, после этого прообразования оно осталось тем же самым. Как его превратить в то же самое уравнение? Да, да можно на гамма 0 слева, да? Тогда гамма 0 перетаскиваем здесь, а гамма 0 когда перетаскиваем здесь, он поменяет знак. Видно всё? Ну, гамма и гамма 0 антикоммутирует. Тогда отсюда я могу написать что? И, опять, будет гамма 0, D-стрим, да? Минус НС, гамма 0 на Си от D-с равняется 0, правильно, да? Могу так написать? И вот эту вот величину, это должна быть Си-штрих, Х-штрих, Х-штрих. Правильно? Таким образом мы нашли, как преобразуется головная функция при отражении координат. Она намаживается на гамма 0, естественно, с точки зрения общего множителя. Общий множитель мы не нашли, да? То есть, мы можем сказать, что Си-штрих, оно равняется в какой-то ЭТОП, да? На гамма 0, там Си. И ЭТОП бывает величина, по-моему, даже равна 10. Понятно? Ну вот. Ну, теперь давайте всё же перейдём к бельгейным комбинациям. Т.е. я хочу рассмотреть, как преобразуется при образовании координат вот такие комбинации Си-штрих по Си-штрих на Си. Где гамма – некоторая матрица. Как мы с вами договаривались, гамма-матрицу любую я могу разложить вон по тем 16-ти матрицам. Правильно? У меня есть 16-ти матрицам, я помимо этого матрица 4 на 4-ми буду разложить, да? Т.е. в этом, где гамма может быть у меня что? Объединиться вот, ну и так далее. Теперь гамма 5 гамма минус, гамма 2 гамма 5, и Сигма минус 5. Так? Ну вот. Теперь дело преобразования волицы. Как при этом? Куда перейдет вот эта величина? То есть, если я рассматриваю величину ψ' , то она перейдет, если ψ умножается на u, помните, то это будет, соответственно, ψ счертой. То есть, это будет ψ крест на у крест на гамма ноль на гамма на у на ψ. Я правильно написал? Я делаю преобразование волицы. Хотя, на самом деле, сейчас не важно уже какое преобразование. Я делаю преобразование с некоторыми целями. Это я могу свести в каком-нибудь такой причине? От ψ счертой гамма ноль на у крест гамма ноль гамма у на ψ. Так, да? Ну, если что-то непонятно, вы говорите, но я же не могу понимать. Сложно, по крайней мере, не понимать. Разного я могу понять, вызов на доске, да? А у всех это сразу, все равно я всех не могу понять. Поэтому все это сообщайте. Так, теперь надо посмотреть, что уравняется дата матрица. Как это преобразуется, да? Вот преобразование Моринца, да? Это вот уравняется, мы с вами выясним, корреспондентом. Минус и пополам, да? На сигам ноль на вымогу ньютон. И уменьшению, да? Было это? Ваши костермы на 4. А? Минус на 4. Ну, я же уменьшу ньютон. Я же сказал, что я половину суммы убираю. Вот я писал, вот сюда. Видите? Тут сохраняется, слава Богу. Так что? Я потом сказал, что я уберу половину, ну как? Ну и ньютон, она, это два несимметричных тензора, да? Они, как половина суммы, совпадают с другой половиной суммы. Я могу его так записать, да? Это когда суммирование, в смысле нет. Так, да? Ну так чему равняется вот эта величина? Ну, вот, я беру У крест, да? Давайте подсказывайте мне. Это будет экспонент, да? И пополам будет, да? Сигма-меню, да? Все это крестом, а он, наверное, видимо, и ньютон. Так, да? Ну, чему равняется асигма-меню крест? Асигма-меню надо вспомнить, вот там написано. Это И пополам, да? И так далее. Так, да? То есть это будет сколько? Сигма-меню крест, всего этого, оно равняется, ну, во-первых, там было И, да, станет минус, правильно, да? Вот. А я дальше напишу И пополам, а дальше напишу так. Гамма-меню крест, гамма-меню крест, минус гамма-меню крест, гамма-меню крест. Правильно? Правильно написал? Так, да? Или неправильно написал? А? Неправильно, да? Значит, во-первых, минус управлять, и пополам, да? С другой стороны, когда я навешиваю крест, должен поменять, да? А я вернул назад, да? Имею право, да? Или не имею? А смотрите, давайте все это, ну, мы теперь можем это опять как, представьте, что у нас все разложено в ряд, да? И с обоих сторон умножается на гамма-меню. Видно, да? Ну, тогда мы с вами обсуждали же это, что гамма-меню крест на гамма-меню равняется гамма-меню. Обсуждали же это на каком-то семинаре, помните это? Ну, то есть тогда, если я тут умножаю на гамма-меню гамма-меню, то это переходит, соответственно, во что? Так, да? Ну, и тогда, получается, вот эта матрица умножается первой, да? Или не получается у вас? Ну, вот я вроде написал. Получается? Видите, здесь так поменялся? Ну, то есть, получается все равно, да? То есть, таким образом, при преобразовании креста мы получаем, то есть, все равно, Пси-шествует у минус первой на гамма у на Пси. Так, да. Ну, теперь давайте обсудим разные варианты. Так, я, наверное, уже в сотрудничестве не ведусь, да? Здесь все понятно, да? Ну, теперь будем рассматривать, пусть гамма. Здесь мы будем писать гамма, да? А с этой стороны будет преобразование лоренца. То есть, что оно дает? Как оно преобразуется? Преобразование хлорицы. Типово, да? Это что там? Ворота, что переходит? Если стоит единица, да? Это да. То О-1, ну, сколько даст? Если это единичка. Единичка, да. То есть, перейдет в самом себе. Ну, если при преобразовании лоренца плечена доревоистового себя, то это называется что? Скаляр, да? Вообще-то это может быть как скаляр, так и псевдоскаляр. А это скаляр или псевдоскаляр единица? Для этого нужно посмотреть преобразование отражения четкости. Понимаете, я написал? Только что стер. Гамма ноль, да? То есть, для преобразования четкости у нас будет что? Пси с чертой, да? Гамма ноль, Пси, да? То есть, даст единичку, да? Опять. То есть, таким образом я получаю, что это скаляр, да? Скалярная величина. Теперь давайте посмотрим гамма пять. Гамма пять что даст? Гамма пять. Если я сюда поставлю гамма пять, то это уравняется у минус первой гамма пять у. А? Минус. Почему? Почему минус гамма пять? Не, ну как? Я не могу понять, почему минус. Вот, умеется у, да? Мы раскладываем в ряд, да? У нас всегда здесь будет четное число гамма матрицы. Сигма меню. Когда мы протаскиваем гамма пять через у, то есть, гамма пять у равняется у гамма пять. Разве нет? Ну, вот у я раскладываю, у меня всегда будет две-четыре матрицы, да? Ну, все равно, как это, мы уже раскладывали. Если мы скопнем, то либо будет ноль, либо, как это, ну, либо будет единичная, либо две гамма матрицы. Согласны? Да? Через две гамма матрицы два раза протаскиваю, да, я получаю минус-минус, да, то есть плюс. Вот. То есть, тогда получается что? Вот эта величина, это что такое? Это будет гамма пять, правильно? Так, да. То есть, опять, скалярный, то есть, это не меняется при образовании клавицы. Согласны? Но это опять может быть как скаляр, так и псевдоскаляр, и меняется при образовании. Это что такое скаляр или псевдоскаляр? Это псевдоскаляр, потому что вот здесь стоит, Гамма пять, да? Ну, при отражении координат гамма ноль, правильно, да? При переставлении тогда даст знак минус, а сейчас 20 минус. Всего одну матрицу переставляем, да? То есть, это получается псевдоскаляр. Так, да? Ну вот, но это все просто, хотя остальное тоже просто, но тем не менее. Теперь переходим, пусть матрица теперь гамма ноль будет. Гамма равняется гамма ноль. Гамма ноль. Как это преобразует? Что это такое? А это как вверх, как говорят? Горошее предвидение, да? Горошее предвидение, да? Ну, как это? Хотелось бы понять, почему. Почему это вектор? Откуда мы увидали, что это вектор. Ну, четыре индекса, конечно, у него есть, да? Но тем не менее. Ну, то есть давайте поподробнее, да? Распишем. Порок одну минуту, вы думаете, да? Или это много? Одна минута. Что с этим дальше делать, блин? Чтобы вы видите вектор, вы знаете, что это вектор. Ну, пошелось бы. А? Надо вычистить. Надо вычистить, да. Хорошая идея. Надо вычистить. Значит, для этого... Вот я, помните, говорил, что я не буду стирать. Видите? То есть, если я теперь отсюда вставлю, да? То я получу что? Лямбда. Мюна. Получу я это или не получу? На всей чертой гамма ню в си. Видно все? Ну, а это есть... Вот это вот... Это вот вектор, да? В и ню, да? Это и есть преобразование вектора. Преобразование хороци. Видно, да? Ну вот. Раз оно видно, тогда мы говорим, что гамма ню это что такое? Это будет вектор или аксиальный вектор? Полянный или аксиальный? А? Истинный вектор? Или не истинный? Истинный. А? А почему истинный? Гамма ню не меняется, а гамма и... Да. Опять, действуем гамма ноль, да? Если я действую гамма ню, гамма ноль, гамма ноль с обоих сторон, да? То временная компонента не изменит знака, да? А пространственно изменится знак при произвании отражения, да? Кардинал. Ну, а это так преобразуется в вектор скинной вектор, да? То есть, тогда мы говорим, что это вектор, да? Теперь смотрим гамма ню, гамма 5, да? Ну, здесь, что я могу сказать? Здесь можно то же самое переписать, да? Если я сюда поставлю гамма 5, то я поставлю сюда гамма 5, да? Ну, потому что я могу гамма 5 легко переставлять то, что мы уже обсуждали. Так, да. То есть, опять преобразуется как вектор, да? Ну, так, этот вектор такой? Аксиальный. Почему? Потому что, когда здесь стоит гамма 5, да? Теперь, вырывая компонента, меняем знак. Видно, да? Потому что стоит гамма ноль, гамма пять. Вытаскиваю гамма ноль сюда, да? Получаю знак минус. Да? А когда стоит гамма ноль, да? Где и, ну, один, два, три, да? То я протаскиваю, как это, два раза, да? Получаю знак плюс. То есть, это получается аксиальный. Аксиальный. Так, да? Ну, какие-нибудь вопросы? Значит. Ну, теперь дальше можно преобразовать там сигма-меню, да? Ну, сигма-меню виден как это. Простого домашнего упражнения, да? То преобразуется как тензор, да? Или сложно будет? Попробуйте. Хорошо. Попробуйте, что сигма-меню, это тензор. Преобразуется при выливании компонента. Ну, аналогично, только там надо еще между матрицами вставить. Так, какие есть вопросы по этой части? То есть, мы с вами выяснили, как преобразуются билинейные комбинации, да? По всей, чертой всей. Да, всевозможных. Ну, так было уже, ну, 16 есть вариантов, да? Мы все с вами обсудили. Так, да? Дальше мы, когда... Теперь мы можем уже, дальше будем строить, например, какие-то там лагринжаны, да? И оттуда сразу видеть, сохраняя там чертность, например, и является вот, или обновится вариант там, и так далее, и так далее. То есть, мы рассмотрели с вами, как преобразуются волновые функции, да? При преобразовании хлорица. И рассмотрели, как преобразуются билинейные комбинации. Теперь, если вы напишите вам какой-то лагринжан или билитонян, включающий эти поля, да? Вы сразу будете знать, сохраняется ли он волновым вариантом, сохраняется ли четность и так далее. Что они должны быть обязательно билинейными комбинациями, да? Потому что, если бы была билинейная комбинация, да? Фаза была бы, наверное, изменить как бы. По другой причине не было билинейной комбинации. Ну, давай, ну. Так, какие есть вопросы в этой части? Нет вопросов? Нет вопросов. Замечательно. Тогда, в следующем... Вот мы теперь уже, как это... Плавно перешли в дискретную симметрику, да? Мы рассматриваем с вами P-отражение, да? Хотя мы... Ну, сейчас я немножко хочу еще сказать и другое. П- это отражение заряда, да? Нахно заряда. То есть мы можем... То, что называется С-четностью, да? То есть мы рассмотрим сами P-четность. А теперь рассмотрим операцию зарядного отражения С. И как при этом преобразуется волновой минус? То есть что такое зарядная четность? То есть E переходит в минус E, да? Ну, если там какой-то заряд стоит, да? То есть E переходит в минус E. Так мы можем отражение, что такое, да? Знака заряда. Все заряды поменял на противополосе. Как при этом связаны... Как при этом связаны... Кромонные функции равнений джерга. То есть для этого что я должен сделать? Для того, чтобы рассмотреть такое отражение заряда, это естественно мы уже написали... Ну, как? На этом уровне джерга, которое было написано без включения электромагнитного опора, я еще не могу увидеть, правильно, да? Нет из этого заряда. То есть нам нужно включить равнение джерга заряда, по-моему, мы это тоже будем обсуждать, да? То есть такое делается, как я сказал, что это минус E на A, правильно? Так, да? Тогда... Где... А, ну, не знаю, там я вводил такие переменные... Это... Применка, нога, 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 нога... Обычный знак... И черкутский... Примена, нога, нога... И то, где оператор... Переменные со шляпками называем... Вот. Тогда уравнение... Пишется просто, да? В минус E на A минус M, да? На Си... Чтоб меньше писать... Равнонную... Вот уравнение джерга В Где я ввел... Переменную по шляпке, Переменную по шляпке. Ну, побью это... И H... D по Dx... Понятно, да? Или не очерк? Ну, кто то скажет? Шляпки сходятся в разных смыслах... А? Шляпки сходятся в разных смыслах... В каком смысле в разных смыслах? Ну... Не знаю, что это... Это... Вот это... Есть это... То есть я сказал, что Включить эртернативное поле Должен кто замедлить... Делать такой замен... Здесь, например, стрелочка... Уравнение джерга... То есть... Уравнение джерга... Из всяких полей... Выглядит тогда вот таким образом... Ну, красиво пишется, да? Я не знаю... Коротко и красиво, да? Вот... Если я введу эту переменную... Я пойму... Это... Ну, оператор... Это будет выглядеть вот так, да? Ну, у всех всякие переменные должны знать... Знаете, я его замечаю... Вот это... Откроете... Видите... Пассажиры... Не должны испугаться... Ну, и теперь... Что у меня есть? Время нет, но... Это самое... Что же... Как это? Если я на пару минут вас задержу... П... Минус Е на А... Минус М... Я теперь поменяю знак... Плюс Пси... Вот... Для Ц... Кому надо? Здесь со шляпой... Как связаны Пси... Ну, то есть... Это уравнение... Вот... Е, да? В чем заключается... Ц... Оторжение? Е поменял знак, правильно? Тогда нужно... Как связаны Пси... Пси Ц... То есть это будет... Соответствовать... Разным знакам... Это... Это будет уравнение... Это будет уравнение... Герка для... Ну... Поли, так сказать... С Е... А это будет... С Плюс Е... Да? Согласны? Ну, и теперь вам осталось... Самое малость... Найти как связаны Пси... И Пси Ц... Ну... Для... Для... Для отражения координат дела... Там оказалось... Совсем все просто... Здесь чуть-чуть... Как-то задуматься надо... Да? Хотя тоже... Не очень... Так думать надо... Ну, да, какие вот предложения... Никакие, да? Ну, ладно, тогда... Сделаем так... Вот... На этом... Вместе мы как бы закончим сегодня... Да? А вы на следующем семинаре мне расскажете... Как связаны Пси и Пси Ц... Расскажете? Расскажет... Один по правильному согласен... Человек рассказать... Ну, а тогда на сегодня... Если есть какие-то вопросы, то давайте... Ну, если вопросов нет, тогда... До свидания... Ну... 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 Чтобы... Ну...